Сегодня в Государственной Думе России состоялся отчет правительства страны о работе в прошедшем году. С докладом перед депутатами выступил председатель Кабинета Министров Михаил Мишустин. В рамках обсуждения о состоянии российской экономики состоялся диалог с Анатолием Аксаковым, председателем Комитета по финансовому рынку. Речь шла о перспективах развития машиностроения. Уважаемый Михаил Владимирович, состояние экономики в значительной степени определяется качеством машиностроения, станкостроения, приборостроения и так далее. Вы недавно были в Чувашии и в его очередь смогли убедиться, что, слава Богу, сохранилось текстильное машиностроение. Есть такое предприятие Сейспель, которое выпускает уникальные станки по бездефектному свариванию изделия, используемым в космосе, в военной промышленности, в гражданских отраслях. Есть тракторный завод, который готов реализовать специнвестконтракт, о котором вы говорили, для производства тракторов малой и средней мощности. Я говорю о чем? Что многие предприятия готовы импортозамещать, активно обеспечивать импортозамещение. Но для этого была бы нужна системная работа, в том числе создание равных условий конкуренции. Зачастую нам тяжелее выходить на внешние рынки, чем нашим конкурентам на российский рынок. Вот есть ли такая программа системных мер? Да, спасибо. Конечно, есть. Программа предприятия реализуется. Слово «успешно» я понимаю, что это с какой стороны посмотреть. Но те 60% обрабатывающие, то серьезный прорыв. Когда начинали, было совсем грустно. И, кстати, действительно, мы в Чувашии шли, люди, придумывающие станки. Это было замечательное посещение. Во всяком случае, я обрадовался, сколько интересного можно найти, простите, пока еще в остатках промышленного, скажем так, производства, которые сохранились в стране. Значит, цель этой программы, в первую очередь, поддержать и создать качественный продукт, и поддержать наш, в том числе, экспорт. Мы понимаем, что на это, значит, нужно обращать серьезное внимание и финансировать. Фонд развития промышленности на сегодняшний день является очень эффективным инструментом этого развития. Где-то он 100 антиковидных проектов сейчас сделал на 30 миллиардов рублей. Поддержанный автопром, я об этом говорил, сельхоз, машиностроение. Поэтому программа развивается, я буду признателен за любые предложения, которые будут у вас, мы их обязательно рассмотрим. Спасибо.